наше нелегкое время мы решили попробовать заняться собственным ведением собственного хозяйства перейти на некоторую автономию а делаем мы что первую клетку для кролика для чего мы это все делаем это будет для мальчика для девочки и типа когда девочка будет с кроликами комната дополнительно попробуем но кто его знает друг дело пойдет а потом мы предложим вам чистый продукт от продажи этого продукта будем покупать сухой корм или питание для наших животных попробуем развести хозяйство за счет которого можно бы было поправить финансовое положение вот скажем так улучшить кормовую базу привет зрители пока наши мужчины заняты постройством клеток для кроликов надеюсь они у нас скоро появятся мы наконец-таки нашли время чтобы посадить цветы которые нам передала рима а а Субтитры подогнал «Симон» Сегодня мы подготовили место для Акибы Сегодня мы ее сюда переведем Будет все лето опять на улице жить Кто не знает, Акиба это наш финальник Который у нас ходит на передних лапках Ну и все Так, а тут тоже ж надо зазорик Нет? Клетка постепенно движется к завершению И скоро она будет готова Желающие дать на развод крольчиху с кроликом Мы попользуемся своих, наделаем и вернем назад Ну дайте попробовать хозяйство поднять А мало ли получится Я не удивлюсь ничему Если все-таки слоны появятся в нашем приюте Ну, сперва попробуем ананасы вырастить Если ананасы пойдут То, я думаю, и крокодилы, и слоны будут Субтитры сделал DimaTorzok Пару дней назад мы начали строить клетку И сейчас вы можете уже посмотреть, как она полностью готова И вчера нам еще, кроме этого, что она готова Подарили кроликов Вот это две девочки и вот такой вот кролик здоровый Это наше маленькое производство И, возможно, это будет в дальнейшем своя ферма Которая будет как-то поддерживать автономию приюта Ну, сейчас такие волшебные времена, что приходится думать Как, что и зачем Но, возможно, потом мы от продажи этих кроликов То есть на разведение их Сможем получать какую-то помощь Так что Занимайте очередь, кому нужны кролики В продаже живьем Сейчас вы можете видеть Как успешно перезимовала в зимовнике Акиба Это наша девочка, которая лишена двух задних лап После травмы позвоночника И передвигается на двух лапках Акиба сейчас вспомнила свой летний прогулочный дворик И с удовольствием носится, играет И зажигает в своем отдельном государстве Вот Ну, сейчас через несколько дней После того, как она привыкнет к улице уже нормально С соседством Ну, с другими собаками Здесь буквально в каких-нибудь 5-6 метрах Уже находится за забором Приют И попробуем ее ввести на общий двор То есть, чтобы она могла уже общаться на воле С другими собаками И постепенно приучать ее к городу собак Так как Акиба не знает, что такое будка Что такое проход Что такое лаз в домик Вот Мы для того, чтобы ее приучить в дальнейшем Чтобы она могла заходить в домик и жить в тепле Поставили ей, кроме вот этого навеса Дополнительную будку Для чего? Чтобы Акиба Могла Научиться заходить в помещение Вот у меня есть несколько вкусняшек Я ее сейчас заброшу туда И мы отойдем Акиба рано или поздно унюхает вкусняшки И постепенно туда зайдет Я ее заложу сейчас Вот здесь, возле края кусочек Положим ей мяско туда Ну, разные вкусняшки Вот таким вот образом Я ее заманю И посмотрю, заходила она в будку или нет Ну, пока достаточно Потом положим туда косточку Когда Несколько дней она так походит в будку Она привыкнет туда залазить Вот, чтобы Акиба там подусила Немножко с этой костью Я думаю, она привыкнет проходить в помещение И выпустим ее на общий двор Все Да, Акиба? Молодец, умница, хорошая девочка Все Вот А у голубей Я вам скажу Наши голуби Мы уже не знаем, что с ними делать То есть Вообще С голубями мы, если честно, не договаривались Так Момент в чем Мы их принимали как тяжело раненых и больных Вот А детородную функцию То есть У них никто не отнимал Голуби не стерилизованы То есть они начали плодиться Вот этот вот Вон, видите шкет наверху Новенький Это По-моему Этот молодой голубеныш Да Они там новую пару себе слепили Вот это тот шкет, который вылупился Да, да Это молодой загулял Вот с этим коричневым Они там договорились Короче Еще одни загуляли Так И Первая пара, которая снесла вот этого вот голубя Они опять по второму кругу замутили И Там сейчас два голубеночка маленьких То есть опять Если вот так вот посмотреть Там два птенца сейчас сидят Вон они Вон их хорошо видно сейчас Ва птенечке сидят голуби То есть Ну Голуби начали плодиться А мы так не договаривались Между прочим Вот Поэтому я не знаю Как дальше все это дело будет Но Их становится больше Вот Как бы пора их выпускать Но Мне кажется они назад прилетят Это же как бы их не родина Дом я так понимаю Я что-то в голубях не очень сильно понимаю Но Я думаю что Что-то надо делать Есть ли какие-нибудь предложения По поводу голубей Ну то есть Они начали плодиться Вот в чем дело Скоро им здесь будет тесно Я так думаю Надо домики какие-то делать Вот Ладно все На этом все Всем пока До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok